библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий герч добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать вторую книгу маковеев сегодня четвертая глава чтобы понять что сказано в этой главе давайте вспомним что было написано в предыдущих главах и в предыдущих главах рассказывает о том что в иерусалиме начинаются проблемы царь посылает своего посланника который должен ограбить храм и этот посланник приходит но у него ничего не получается бог посылать своего ангела который останавливает илиадора так звали этого посланника пришедшего грабить храм и что происходит дальше как раз 4 глава мы читаем не по стихам не по предложениям а по коротким отрывкам по абзацам потому что единица смысла в библейском тексте это не не стих не предложение а именно абзац как и в любой другой книге и так и вышеупомянутый симон сделавшись предателем сокровищ и отечества клеветал на они будто он сам по щел илиадора и был веновником золу благодетеля города попечителя о соплеменниках и ревнителя законов дерзал он называться называть противником правительства итак давайте разбираться кто такой симон только они симон это человек который занимался финансовыми вопросами в храме они это первый священник они третий благочестивый человек а симон наоборот не благочестивый человек и вот та история которая была с илиадором ну ее завязал вот именно как раз этот симон он обратился к царю рассказал что в храме большое количество денег царь отправляет илиадора бог останавливает илиадора и он уходит чем заканчивается эта история симон начинает распространять слухи что на самом деле никакого чуда не было никаких видений не было а это он не сам подговорил илиадора может через взятку может еще как-то чтобы он изобразил как будто на него напали небесные силы ну и естественно он его обвиняет как противника правителя когда же вражда дошла до того что через одного из доверенных людей симона стали совершать убийство тогда он не видя что борьба опасно что аполоник как военачальник келли из сирии и финики неистует увеличивая злобу симона отправился к царю не так как обвинитель сограждан не имея ввиду пользу каждого и всего народа ибо он видел что без царского попечительства невозможно мирно устроить дела и симона и оставить своего безумия здесь давайте разберемся значит чтобы убрать у нее симон начинает устраивать просто какую-то резню в городе находятся люди которые идут вслед за симоном и чтобы избавиться вот такой ситуации они решают отправиться в антиохию где находится царь и там этот вопрос решить еще одна проблема аполлоний это правитель территории в которую входит как раз святая земля келлия сирия это не вся сирия эта территория ну северного израиля она еще охват захватывает финики у которой находится побережье средиземного моря ну и вот туда же входит и палестина он тоже распускают слухи об они против евреев и вот чтобы избавиться от симона и от аполлония они отправляется к царю но что происходит дальше умирает селевк селевка это царь и царство получает антиох по прозвищу епифан хотя прозвище епифан это прозвище означает там явление или бога явления на однако современники антиоха 4 называли его не епифан а епиман что значит безумный потому что его поступки были действительно немножко безумные они лишены были внутренней политической логики и вот умирает селевк на престол восходит его брат антиох 4 епифан и в это время священно начале то есть первосвященство начинает добиваться брат они которого зовут и осон значит давайте здесь разберемся как получалось первосвященство так она вообще возникла и как она передавалась у пророка моисея был брат который звали аарон и бог аарона поставил первосвященником то есть главой всех священников дети аарона стали священниками старший сын аарона который звали елизар он становится первосвященником когда он умирает его сын становится старше станции первосвященником остальные дети становятся просто священниками и вот таким образом старший сын старшего сына ну и так далее эту цепочку можно продолжать становится первосвященником то есть первосвященство наследное и так и продолжается второй сын третий сын в семье первосвященника не мог стать первосвященником но он был просто священником и вот и осон и осон это имя греческое но есть другая форма может быть более знакомая я зон который брат они и мы конечно не очень хорошо знаем в какой они последствия рожа рождались но скорее всего все таки он не первенец решает добиться первосвященство имя и осон это греческое вот из вне библейских источников известно какое его имя было настоящее его имя было игрушу а или иисус но чтобы быть принятым в греческом обществе он меняет ну несколько на созвучное имя я сон чтобы стать своим и вот он решает до добиться первосвященство каким образом они брат они и осон решает получить первосвященство дать просто взятку и обещает царю при свидании 360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов свертова обещал еще подписать 150 талантов если представленным будет власть его устроить училище делес на упражнения юноши и писать и русы и русы и русы млян антиохианами давайте здесь разберемся про таланты словом нам знакомая притча талантах мы читаем новом завете сколько это и что это такое талант это мера это мера драгоценных металлов либо серебра либо золото здесь речь идет о серебре сколько размеры разные они колебались между собой в разные периоды но если это эпоха после александра македонского а это действительно эпоха после александра македонского это второй век до рождества христова то приблизительный вес таланта отеческого был 25 килограмм 908 граммов ну приблизительно 26 килограмм то есть сумма достаточно большая можно открыть интернет посмотреть сколько сейчас стоит грамм серебра умножить на тысячу получится килограмм потом еще умножить на 26 ну и получится какая-то сумма действительно это огромная сумма значит 360 талантов серебра сразу потом с налогов будет вычтена 180 талантов скорее всего просто налоги увеличится и вот эти появятся таланты и плюс к этому еще обещаются 150 талантов если будет разрешено устроить гимнасий это не школа это тренировочная база где юноши занимались спортом и это место не просто вот ну как стадион или там три на тренажерный зал вот сама система занятия спортом у греков она была густо замешана на язычестве ну и плюс к тому те вещи которые творились в этих гимнасиях они конечно не соответствовали представлениям которые сложены в законе и плюс к этому вот жители иерусалима сделать антиохийцами что это значит значит есть государство в древности и в этом государстве есть граждане которые обладают массой прав ну конечно обязанности но массы прав прежде всего есть остальные жители и вот я сон обещает дать 150 талантов если появится возможность или будет разрешено жители иерусалима понятно что не всех вписать полными гражданами что на это отвечает царь царь дал согласие он получилась то час начал склонять и на племенников своих к эллинском нравам значит эллинские нравы в данном случае это конечно не одежда или там какое-то поведение или язык эллинские нравы это конечно прежде всего язычество он отверг человеколюбиво предоставлены иудеем царские льготы походации иоанна отца и в поле мова который предпринимал посольство кремленам о дружбе союзе нарушая закон учреждению он вводил противный закон обычаи но здесь понятно евреи имели право жить по своим законам чтобы было понятно о чем идет речь вот что когда было государство это пример лучше взять используя более поздней истории римское государство то жители этого государства должны были показывать свою лояльность ему а как это лояльность показывалась человек должен был прийти какой-то храм принести жертву она не обязательно было там кровавая или какая-то большая это было достаточно бросить кусочек ладана на специальный жертвенник и после этого человек получал специальную бумажечку специальный документ кажется он назывался либелум вот и в этом документе было указано что такой такой-то принес жертву и вот с этим документом человек мог жить и тем самым показывал что он лоялен этому государству и для язычников это не была проблема потому что язычники верили что существует множество богов какая разница что ты принесешь жертву одному из этих богов иногда это был кстати император либо гений императора то есть покровитель императора вот а вот к был один народ в римской империи который был избавлен от таких таких испытаний это были евреи рим дал право евреям не приносить эти жертвы и проверка лояльности была в другом и вот евреи могли спокойно исполнять свои обычаи спокойно жить по этим законам ну и не переживать что там их и заставят приносить языческие жертвы как бы в чем проблема гонений на христиан христиане отказывались показывать свою лояльность государству при этом не быв иудеями вот вот этот вот это право жить по своим обычаям и не приносить языческие жертвы то есть не быть там как все остальные евреи получили еще до рождества христова и вот я сон решает что все евреи должны стать полноправными гражданами и для этого нужно исполнять языческие обычаи то есть повторяю это не одежда не там язык или там стиль питания или еще что-то или даже какие-то имена евреи которые оказывались вне палестины естественно через какое-то время переходили на греческий язык ну или на какие-то другие языки может быть носили какую-то одежду похожую или такую же как и остальные люди в этой местности там жили в домах которые построены там по местной архитектуре даже может быть и назывались именами местными но при этом сохраняли обычаи здесь речь идет как раз о языческих обычаях поэтому сказано противные законы обычаи намеренно под самой крепостью построить построил он училище для телесных упражнений юношей привлекшие лучших из юношей подводил их под срамную покрышку давайте здесь разберемся значит крепость скорее всего речь идет о храме то есть вот это место гимнасии где занимались телесными спортивными упражнениями был построен недалеко от храма хотя вопрос о крепости ну там остается вопрос но скорее всего это все-таки речь идет о храме потому что храм был окружен стенами и выглядел как крепость и вот тут такая фраза подводил их под срамную покрышку здесь интересно переведено потому что там речь в греческом тексте а как вы помните вторая книга маковеев дошла на нас на греческом языке и она и была написана греческом языке идет речь о специальной шляпе которая носили во время вот этих упражнений значит и как бы юноши он подводил под эту шляпу но путь что здесь такого значит смысл следующий когда человек принимал иудейскую веру веру в истинного бога он под подводился под крылья шихины ну или под крылья закона под покрыт по под подкрытие закона значит вот эта шляпа которую носили на во время упражнений это символ язычество то есть юноши о я сон подводил под язычество то есть их вводил язычество то есть они становились язычниками при этом это самое лучшее то есть элита общества почему у нас переведены под срамную покрышку еще одно значение того слова которое обозначало шляпу означало некий некий ширм или кулисы и вот за этими кулисами творилось всякое непотребство какое не понятно непонятно хотя понятно что это и действительно те вещи которые противоречили закону как духовные так и физические вот и он как бы я сон подводить заводил их за вот эти кулисы за эту ширму чтобы они творили всякое непотребство всякий срам ну можно и так понять либо этого шапка и соответственно это впадение язычество либо всякие непотребства но в любом случае это нарушение закона так явилась склонность к эллинизму и сближение с иноплеменчеством следствие не поверно нечестия сона этого безбожника а не правосвященника склонность к эллинизму в данном случае это принятие всего комплекса греческой культуры и самое главное греческой веры сближение с иноплеменниками после возвращения евреев из вилонского плена у евреев утвердился обычай держаться от иноплеменников подальше вот здесь нужно понять под словом иноплеменник кто имеется в виду иноплеменник это не человек другой национальности или другой крови это иноверец иудаизм после возвращения из плена стал миссионерской религией и боль тем более ко второму веку люди обращались в иудаизм принимали обрезание принимали иго закона как это называлось у евреев и становились почитателями стену бога такие люди считались иудеями и никаких там сомнений в их иудаизме не было будь он там негр что возможно потому что африка была недалеко и копты тоже принимали иудаизм ну египтяне вот будь он там китаец ну это уже конечно так фантастическая история но вдруг он там как каким-то образом добрался или какой-нибудь грек принявший иудаизм он становился чадом авраамовым и мог говорить молитву богословен господь бог наш отцов наших поэтому речь идет о иноплеменниках они стали тесно с ними общаться иудаизм к тому времени говорил о том что конечно общаться приходится если есть такая ситуация но нельзя там вместе есть вступать в брак или слишком тесно общаться хотя закон говорит о том что к иноплеменникам во всех вопросах кроме за исключением некоторых нужно относиться как к евреям но вот тесного общения не может быть не может быть общение света с тьмою свет это истина вера тьма это язычество и вот это я сон ведет себя как безбожник то есть язычник а не первосвященник так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и презирая храм и не ради я жертвах спешили принимать участие в противном закону играх по лестере по призыву бросаемого диска вслед за и соном отправляются и священники которые должны приносить жертвы служить в храме но вместо этого они отправляются вот на эти стадионы отправляются в в эти тренажерные залы и начинают участвовать в этих играх и основное основные игры спортивные они включаются пятиборья к это пятиборья начиналось бросание диска ну такой тарелочки которая бросали на расстояние наверняка вы видели статую где метатель диска вот и поэтому здесь вот эту фразу по призыву бросаемого диска полез строит вот как раз то место где тренировались стадион и это было противно закону почему неужели закон или там можем так спросить священное писание запрещает занятие спортом конечно вопрос не совсем касается книги маковеев да и вообще как бы библия особо не не задается этом вопрос но все-таки можно подумать почему здесь он противен законом дело не в том что спорт запрещен или не запрещен дело в том что тот спорт который был в этих палестрах это спорт который был замешан на язычестве приносились жертвы обращаясь к богам плюс к этому многие упражнения делали совершались в обнаженном виде а это запрещено законом то есть дело не в спорте дело именно как этот спорт происходил хорошо ни во что ставили они отеческий почет только эллинские почести признавали наилучшими на отеческий почет в чем он заключался в том что они исполняли заповеди эллинский эллинские почести венки прославление лавровые венки там победы в соревнованиях вот что ценить стало цениться а не то что этот человек ревностный в служении богу за это постигло тяжкое посещение и те самые которые они которым они соревновались в образе жизни хотели во всем уподобиться стали их врагами мучителями ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказано как показывает наступающее тем время вот в книге маковеев звучит следующая мысль человек совершает злые поступки и за ним следует наказание причем вот не просто наказание а само нечестие и наказание они как-то взаимосвязаны что что-то вот похожее в этом наказание значит чтобы лучше понять давайте обратимся еще к одной книге ветхого завета книги судей в книге судей рассказывается как евреи начинали поклоняться чужим богам если взять все народы которые приняли веру в истинного бога у них есть история и в этой истории есть период когда они были язычниками то есть вот у этих людей были отеческие боги конечно они не боги мы понимаем что за идолами стоят бесы но вот чисто исторически были боги и вот они когда-то им поклонялись потом они приняли истинную веру и стали почитатели истинного бога у евреев не было отеческих богов их бог это бог авраама исаака иакова то есть истинный бог все других просто нет богов и никому как бы не никому апеллировать не к чему обращаться евреи возникли в тот момент когда авраам принял истинную веру все когда бог к нему обратился и авраам уверовал хорошо а значит евреи в книге судей обращается к чужим богам богам чужих чужих народов других народов и есть определенный такой сарказм божий вы поклоняетесь чужим богам за это вы получите угнетение от чужих народов от народов богам которых вы поклоняетесь здесь то же самое священники ну и не только священники а евреи начинают поклоняться греческим богам какое наказание бог посылает на них греков которые их угнетают есть такой божий сарказм вот в этой истории читаем дальше мы на восемнадцатом стихе когда празднули в тире и пятилетние игры и царь присутствовал там тогда нечестивый осон послал туда зрителями антихиан из иерусалима чтобы доставить 300 грамм серебра на жертву геркулесу но сами принесшие просили не под не потреблять их на жертву считая это неприличным а назначить на другие расходы и так им посланы эти деньги в жертву геркулеса от имени посылавшего а принесшие они обращены на устройство грибных судов что это за история что за игры что за антихиане из иерусалима геркулес тогда давайте разберемся время от времени греки устраивали какие-то игры чаще всего это спортивные игры мы знаем самые известные игры это игр олимпийские но кроме кроме олимпийских игр в самой греции и соответственно в остатках империи александра македонского тоже были спортивные игры они устраивались не каждый год а через несколько лет значит обычно проху вот здесь у нас говорится пятилетние игры это проходит четыре года и на пятый год устраиваются игры тир это город на побережье средиземного моря он примыкает к палестине и вот там устраиваются игры эти игры об этих играх известно они устраивались честь мелькарта божества тира и значит что еще интересно этот мелькарт греками понимался как геракл или а геракл по гречи по латински это геркулес вот игры устраиваются честь геракла геркулеса ну или мелькарта значит антихияни антиохийцы это не жители антиохи это те как раз люди которые получили полноту гражданства и они из иерусалима и их я сон отправляет на эти игры с пожертвованием которые они должны отдать на празднество в честь геркулеса потому что если игры посвящены в честь геркулеса они были не только спортивные но еще и религиозные и вот эти полные граждане прибывают в тир и им надо отдавать деньги кстати тут упомянута небольшая сумма 300 драгм серебра это действительно не очень большая сумма это ну можно сказать не о чем однако в других рукописях там сумма увеличена там указано 3000 это уже более основательная сумма но даже если пускай это 300 драгм серебра это даже вот маленькая копеечка маленькая монетка которая бросается в честь языческого бога делает человека самим язычником я рассказывал как проверялись проверялась лояльность бросали кусочек ладана крупиночка ладана уже дело человека язычником и вот эти полные граждане прибывают и им надо отдать деньги но видимо либо они боятся вернуться обратно и как их примут свои соплеменники либо как бы более положительный взгляд они сохранили остатки веры и они понимают что если они пожертвуют вот эти 300 или три тысячи драгм серебра они станут язычниками и поэтому они говорят мы деньги привезли мы деньги пожертвуем мы пожертвуем на тир но пускай эти деньги пойдут не на геркулеса на какое-то другое дело и на эти деньги на эти деньги устраиваются грибные суда ну то есть корабли с рядами весел то есть идет на флот то есть как бы на светское хорошо следующая история про аполония возможно это тот аполоний который военачальник келлия сирии либо это другой человек но скорее все таки это один когда затем аполоний сын минесфея по пост он был в египет подслуживающий во шесть на престол царя птоломея филометра антиох заподозрил враждебным себе и начал стараться обезопасить себя против него посему отправившись в иопию он пришел в русалим великолепно принятые ассоном и гордым вошел при светильниках и восклицаниях и оттуда отправился с войском финики давайте здесь что за история напоминаю когда александр македонск называл персидскую империю возникла держава александра македонского александр македонский умирает держава его распадается на части в нашей истории ну как бы самые интересные эта часть египет и часть сирии в египте греческие цари подданные местные верхушка греки то же самое в сирии сейчас это большая территория конечно чем нынешняя сирия но вот такое древнее название там тоже грей и греческие цари святая земля сначала попадает под власть египта потом она переходит под власть сирии вот когда мы говорим об этой истории второй век до рождества христова то палестина находится под властью сирии и значит что в чем проблема возникает восходит на престол очередной царь и у антиоха епифана есть подозрение что произойдет следующее этот царь египетский царь который на самом деле грек нападет на державу антиоха и захватит какую-то территорию и для того чтобы обезопасить и проверить что что там происходит он отправляет вот этого аполлония в египет а сам отправляется с войсками сначала в иерусалим где его встречают со светильниками то с флакелами и с радостью а затем отправляется финики и финики это территория которая находится на севере нынешнего израиля на побережье средиземного моря он готовится к войне следующая история показывает что произойдет с иосоном по прошествии трех лет иосон послал меневая брата вышезна вышеозначенного симона чтобы он достал царю деньги сделал представление о некоторых нужных делах значит это имеется ввиду не через три года вот после того как антиох пришел в иерусалим а через три года после того как иосон стал первосвященником и вот он отправляет меневая это брат вот того симона который был казначеем бухгалтером в иерусалимском храме и который боролся с о ней 3 для чего для того чтобы отправить деньги иосон получил место первосвященника за деньги и естественно чтобы его не убрали нужно посылать постоянно деньги чтобы царь его не убрал он же то есть менялай представивший царю и польстив его власти восхитил себе священачаля под надбавив 300 таланты серебра против иосона получив от царя приказание он взратился не принесли с собой ничего достойного первосвященства а только гнев жестокого тирана и иерус дикого зверя вот тут начинается совсем совсем не то что должно быть по закону иосон не имел права быть первосвященником пока жив они а у нее есть наверняка дети иосон первосвященником стать не мог но вот такая не неимоверная ситуация у нее нет детей он умирает и тогда иосон теоретически мог бы стать первосвященником и то здесь хоть как-то соблюдается некая про правило я которое изложено в пятикнижи если менялай это брат симона а симон он назван из колена вениаминова то есть он не левит он вообще не имеет права быть первосвященником вот и поэтому то что там происходит конечно уже нарушение всех всех обычаев всех законов которые изложены в священном писании он платит и взятку еще более большую чем ту взятку который предлагал иосон и становится первосвященником но хорошо бы ну так если бы да он бы пришел бы и был был бы вот таким достойным хоть и фальшивым первосвященником нет он приходит как жестокий тиран и как дикий зверь чтобы удержаться у власти ему нужно устраивать террор и собирать деньги так и осон читаю читаем дальше такая сон обманувшись его брата сам был обманут другим и как и знание удалился страну аммонитскую значит страна аммонитская эта территория за иорданом те времена и уже населяли потомки аммонитян аммонитяне были родственниками но в то же время врагами евреев но в то время там уже другие люди жили но название осталось вот менялась же получив власть но нисколько не заботился обещан царю деньгах хотя сострат начальной городской крепости и дело требований ибо на нем лежал сбор даний по этой причине оба они были вызваны царем меня оставил преемником первосвященство брата с лисимаха а сострат кратита начальника киприян менюай получая деньги но каждый год или какой-то там период времени должен отправлять специальные сборы для царя чтобы оставаться на месте что происходит он первосвященство получил деньги не отправляет и возникает такая конечно немножко дикая ситуация потому что в крепости в иерусалиме есть крепость в этой крепости сидит сирийский гарнизон под управлением вот этого сострата одна из задач сострата собирать деньги и отправлять ее царю деньги не собираются на менюай никак не реагирует на призывы сострата и в общем они были вызваны царем потому что царь ждет от меня заместителем менялая лисимах а заместитель сакр сострата кратит начальник киприян почему начальник киприян и вдруг он оказывается в иерусалиме ну в палестине значит кипр это остров который в те времена принадлежал египту но жители этого острова часто были наемниками и служили они там где где им платят в том числе и в сирийской армии и поэтому вот начальник киприян он был начальником отряда наемников с кипра хорошо идемте дальше в это время как это происходило сбунтовались тарсиане и молоты за то что они отданы были в дар антиохиде наложницы царской город тарст город молоты это города который находится в килики килики это часть часть нынешней турции ну чтобы представить где это вот вспомним карту средиземного моря значит средиземное море там где израиль находится идет практически на карте вертикально на север затем идет такой резкий поворот на запад и вот как бы вот на вот этом углу чуть 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 западнее находится город тарс он находится на побережье это портовый город нам город тарс известен потому что из этого города происходил апостол павел и еще один город чуть дальше от тарса нужен внук как бы не на побережье находится вот этот город который тоже вас следующий город который восстал значит за что почему произошло это восстание был такой обычай что царь а некоторые города принять точнее города а доходы с этих городов отдавал своей жене или какому-то приближенному человеку ну скажем так это было с одной стороны конечно ноша для этого города с другой стороны это была такая слава потому что если с этого города идут доходы то тот кому эти доходы шли он будет как бы защищать защищать этот город ну и представьте город который финансирует жену царя понятно он же будет так гордиться этим что здесь происходит антиох епифан у него есть любовница и он отдает доходы с этих городов вот этой этой наложницы антиохиде естественно городам это не нравится потому что ну что это такое они финансируют наложницу они жену или не какого-то великого человека и поэтому не выстают посему царь поспешно отправился чтобы привести дела в порядок оставив вместе с ним андроника одного из почетных сановников тогда минилай думая воспользоваться благоприятным случаем похитил из храма некоторые золотые сосуды и подарил андронику а другие продал в тире и окрестных городах значит что за золотые сосуды конечно мы можем предполагать но мы можем предположить что это просто ну как сокровищница и стоят какие-то золотые кувшины но евреи как ни странно не были настолько богатыми чтобы делать золотые кувшины и просто их ставить золотые кувшины были но эти золотые кувшины являлись церковной или храмовой утварью а если они в храме и храмовой утварь то они посвящены богу и соответственно они являются святынями и вот получается что минилай похищает из храма святыню эту святыню отдает язычнику который не имеет права прикасаться к этим святыням к ним не могли даже прикасаться обычные евреи только священники а некоторые просто продает ну идемте дальше верно дознав о том они тот самый благочестивый первосвященник они изобличил его удалился в безопасное место дав на лежащее при антиохии значит ну это городок который находится недалеко антиохии антиохия это столица сирии сирийской империи посему минилай учив наедине дроника просила убить они и он придяк они коварно уверен его дав руку склятую хотя и был в подозрении убедил выйти из убежища то час убил не постыдившись правды что за убежище какое убежище не надо думать что это какая-то крепость или какой-то подвал бомбоубежище или что-то такое значит история вот какая в древности храмы считались местами где человек может может прятаться и его нельзя там нельзя трогать то есть находясь в этом убежище он находился как бы под покровительством под защитой богов или бога этого храма в дафне был языческий храм и как ни странно он не мог скрываться в этом языческом храме конечно история такая несколько странная как первосвященник истинного бога скрывается в в языческом языческом храме поэтому автор не пишет что он там храме было пишет что в убежище но убежище могло быть только вот 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 только как как языческий какой храм потому что синагоги в те времена не обладали правом быть убежищами и вот они выходят и его убивают этим раздражены были были не только иудеи многие из других народов и негодовали на беззаконное убийство этого мужа иудеи почему негодуют потому что убили первого священника но негодуют и язычники почему до иудеи это другая вера до иудеи там не нравились но во-первых какие претензии к они он там устраивает убийство мятежи или там ведет развратный образ жизни нет во вторых он находился под защитой вот этого языческого пусть храма а и его убили убили там либо рядом с храмом либо в храме даже может быть либо он пообещав что его не тронут и любой язычный задает вопрос ага если убили вот этого человека то я окажешь окажешься на его месте тоже буду буду убит и поэтому такое возмущение когда когда же царь возвратился из страны килики то есть туда куда он ходил подавлять бунт то бывшие в городе иудеи с вознегодовавшими эллинами донесли ему что он не был убит безвинно антиох душевно огорченный тронутым сожалению оплакил добродетели великое благочине умершего ну вот эта фраза звучит просто так немножко издевательски почему ну здесь говорится что он не был добродетелен и благочестив эти качества этими качествами антиох не обладал и вот это огорчение настоящее ли оно и в гневе на андроника тотчас совлекшись с него парфиру и задрав одежды приказал водитель по всему городу и на том самом месте где он злодейского погубил онил казнить убийцу чем господь воздал ему заслуженное наказание значит парфира парфира это 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 и цвет и одежда такого цвета парфира это она была пурпурного цвета и парфиру носили только цари однако они могли как знак своего расположения или знак должности дать человеку какую-то часть одежды этого цвета и вот андроник имел такую одежду чем кончилось его убивают на том же месте где он убил у нее обратите внимание как построено то же самое вот это вот воздаяние он он сделал зло он убил праведника его тоже убили причем на том же месте где он сам это сделал читаем дальше что происходит в Иерусалиме там Менелая нету там Лисимах обратите внимание что Менелая Лисимах Яосон это греческие имена когда же в городе были произведены многие святотатства Лисимахом с извалением Нелая и разнесся о том слух то народ восстал на Лисимаха ибо похищено было множество золотых сосудов золотые сосуды это сосуды которые использовались богослужением когда восстал народ исполненный гневом то Лисимах вооружил до трех тысяч человек и начал беззаконное насилие под предводительством одного тирана старого летами не имея застаревшего в безумии значит увидев такое насилие Лисимаха одни схватили камни другие толстые коли а иные хватали землепыль бросали все вместе бросали все вместе на Лисимаха и таким образом многие из них из них ранили других поразили а всех обратили в бегство а самого святотатства умертвили близ сокровищницы что устраивает Лисимах видя возмущение народа он устраивает просто резню набирается три тысячи человек при этом находится человек который возглавляет это 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 вооруженную эту вооруженную толпу в данном случае слово тиран означает просто главу или командира вот однако восстание благочестивых евреев оканчивается тем что эти три тысячи либо убиты либо ранены либо разбежались а Лисимах убит обратите внимание возле сокровищницы того места откуда он крал крал деньги и золотые сосуды при этом скоро понесли неправедную казнь говоришь защиту города народа и священных сосудов теряя негодой на это щедро доставили потребные для погребения их аминилая при любостяжании начальству удержал за собой власть и возрастая в злобе сделался жестоким врагом граждан ну давайте здесь разберемся что здесь история хотя она конечно все понятно значит в Иерусалиме происходит восстание которое заканчивается успехом восставших Менилая в городе нет Менилай находится при царе а царь в тире из Иерусалима отправляются посланники которые должны царю представить дело и потребовать справедливого суда у евреев которые живут в Иерусалиме и вообще в Иудии есть законное право на это почему потому что у них есть такие льготы жить по своим обычаям Менилай нарушает этот закон потому что он ведет себя так как запрещено запрещено законом что делает Менилай он через приближенного царя дает взятку вот большие деньги этот приближенный царю устраивает устраивает разговор все извращает и вот этих посланников из Иерусалима вместо того чтобы выслушать либо там решить или отпустить просто даже просто сказать нет типа вы не правы отправляетесь их их казнят причем очень интересное выражение если бы они перед скифами говорили то их бы были то бы их бы отпустили в той культуре скифы считались такими жестокими жесточайшими варварами есть было такое выражение скифский суд имелось ввиду вы знаете ну вот жестокий суд неправедный суд и даже если бы эти люди пришли и перед скифами говорили то скифы при всей своей жестокости в своей неправедности они бы их отпустили потому что ну не было к чему придраться однако антиох их казнил тириане мы не знаем это либо язычники тириане либо иудеи которые жили в тире решили их погрести почему ну потому что они они невиновные возможно даже это были язычники и язычники они тоже хотели чтобы суть был честным это дело было настолько шито белыми нитками что даже язычники возмутились и чтобы боги не наказали тир за неправедный суд они погребают этих несчастных чтобы показать что мы в этом не виноват то есть как бы умывают руки Менилай первосвященник он обладает властью никакой он не первосвященник ни по каким законам и ни по какой своей жизни что будет дальше об этом будет рассказывать пятая глава но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами читали четвертую главу второй книги маковеев спасибо за внимание всего доброго до встречи до встречи до встречи и